У скейт-парка в Струковском саду с утра в расписании водные процедуры. Под давлением в 500 бар, специальным моющим оборудованием, рампы и перила очищают от граффити и подготавливают к дальнейшей покраске. А вот для мытья тротуаров используется более деликатная насадка, чтобы бережно привести дорожки в порядок. Уборку производят специалисты компании, которая занимается обслуживанием клининговой техники. Они давно сотрудничают с городской администрацией и регулярно принимают участие в месячнике по благоустройству. Как социально ответственные горожане хотят помогать в весеннем преображении Самары. Мы практически каждый год помогаем в этом плане выбирать город и содержать его в порядке. Потому что Самара развивается, за последнее время сделано очень много, то есть город стал намного чище, и мы хотим в этом участвовать и активно помогаем. Волонтерской помощи муниципальные службы всегда рады и готовы оказывать содействие. Предоставлять необходимые инвентарии, расходные материалы, а также закреплять за такими организованными группами территории. Различные организации, компании, коллективы, учреждения особенно любят приводить в порядок парки и скверы в непосредственной близости от своих зданий, поскольку любят гулять в этих общественных зонах. На этой неделе помочь с уборкой в парках уже изъявили желание 750 человек, а всего за месячник традиционно выходят несколько тысяч горожан. Люди хотят, чтобы территория, в которой они проводят свободное время, с семьями, с друзьями, с родными, с близкими, эта территория была в хорошем состоянии, была ухожена, и свой вклад внести в преображение этой территории. Мне кажется, это долг каждого, и люди это чувствуют. О помощи таким волонтерам и о других сезонных работах в рамках месячника по благоустройству говорили на еженедельном рабочем совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Муниципальные службы вновь будут активно сотрудничать со службами ЕБДД и эвакуации автомобилей. Работы будут проводить на улицах, где установлено ограничение на парковку в определенные часы и дни. Это нужно для того, чтобы уборка участков уличной дорожной сети выполнялась по графику, в полном объеме, и специалисты могли очистить как можно больше дорог после зимы. Прежде всего, это касается сбора зимних накоплений в приладковой части, где работам нередко мешает высокая запаркованность. А очистка приладка – одно из условий подготовки автодороги к следующим видам актуальных сезонных работ, для которых задействуют поливочно-моечные машины и машины-пылесосы. Для обеспечения уборки будем привлекать службы эвакуации транспортного слеза с ГИБДД для уборки машин, которые нарушают правила и препятствуют приведению дороги в налоговое состояние. И после уборки машин производить работы по досбору зимних накоплений на участке, где припаркованы были машины, и мойки проезжей части. Уже сейчас на тех дорогах, где подготовка завершена, задействована поливочно-моечная техника в количестве 20 машин. А также для обеспыливания работают 12 вакуумных подметательно-уборочных машин. В дальнейшем их количество нарастет до 43 единиц и 26 единиц, соответственно. Переоборудование техники завершается, ее обслуживанию уделяется повышенное внимание. Также в ближайшие дни максимум внимания уделят остановочным павильонам. С момента старта месячника по благоустройству в порядок привели почти 20% таких конструкций. На совещании профильным службам, занимающимся содержанием павильонов, поручено нарастить темпы и объемы работ и в части ремонта, и в части мойки. Кроме того, продолжаются другие сезонные работы, например, подбор мусора и грабление газонов. В ближайшее время внести лепту в благоустройство Самары можно будет 10 апреля, когда во всех внутригородских районах пройдет средник, а также 13 апреля, когда состоится Гагаринский субботник. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События.